На вопросы, которые прислали нам телезрители, с удовольствием отвечает адвокат Виргур Наталья Анатольевна. Здравствуйте, дорогие телезрители! Рада приветствовать вас в программе «До 17 и старше» в рубрике «Это интересно». С удовольствием отвечу на интересующие вопросы телезрителей. В сегодняшнем выпуске мы поговорим о самых наболевших вопросах. Эта рубрика будет полезна мамам, женщинам, которые остались одни со своим ребенком и не знают многих нюансов, как же востребовать алименты со своего бывшего супруга. Первый вопрос от наших телезрителей. Отец моего ребенка не работает, официарен, но он хорошо обеспечен и имеет приличный материальный доход. Как взыскать алименты в такой ситуации? Если ваш должник, конечно, избавился от имущества и оформил его на родных, на друзей и так далее, то, конечно, сделать уже с этим ничего невозможно. Но есть такие варианты решения вопроса, начиная от привлечения к уголовной ответственности на должника, как злостного уклониста, скажем так, от ответственности, своих обязанностей, обязательств перед ребенком. И заканчивая тем, что можно вместе с приставом, то бишь узнать, где проживает непосредственно ваш должник, приехать в место жительства и арестовать, конфисковать все эти вещи, вынести из квартиры дорогостоящие техники, телевизоры, холодильники и после продажи обратить денежные средства в вашу пользу. Если же ваш должник женился и приобрел уже совместную в браке квартиру, дачу или какое-то определенное движимое-недвижимое имущество, то можно также выделить его долю и обратить на него взыскание. Если бывший супруг потерял работу, он будет освобожден от своих обязательств по обеспечению ребенка? При потере работы ответчик не лишается обязанностей по выплатам алиментов. Мой бывший супруг не своевременно выплачивает алименты на ребенка. Может ли с помощью суда взыскать просроченные суммы и штрафы? Да, вы можете обратиться в суд за перерасчетом задолженности и посчитать ему неустойку за каждый день просрочки в размере 0,1%, что выйдет в достаточно приличные суммы. Но до этого вы должны обратиться к судебному приставу за постановлением о перерасчете задолженности, предоставить ее в суд вместе с иском. Если бывший супруг подал на банкротство, его могут освободить от выплаты долга по алиментным платежам? Если ваш должник признан банкротом, то, как и при потере работы, это не является основанием, чтобы не платить алименты. Многие должники уклоняются от уплаты алиментов. Что же делать в том случае, если мужчина не работает официально? Даже если ваш должник нигде не работает, вы вправе в судебном порядке взыскать алименты в твердой денежной сумме в размере минимального прожиточного минимума, установленного правительством региона, в котором вы проживаете, на ребенка. При хорошей доказательственной базе, что ваш должник живет на неофициальные доходы, можно в более крупной твердой денежной сумме взыскать алименты на содержание ребенка, которые будут превышать минимальный прожиточный минимум. До какого возраста платят алименты? Алименты оплачиваются до исполнения ребенку в 18 лет, что у нас называется совершеннолетие. Многие должники уклоняются от уплаты алиментов. Что делать, если мужчина не работает официально и на нем не зарегистрирован автомобиль, дача или квартира? А все это оформлено на ближайших родственников. Если должник добровольно не выплачивает алименты, то принудительность с него взыскать может только судебный пристав-исполнитель. Вы должны плотно взаимодействовать и общаться, и помогать приставу устанавливать имущество вашего должника, начиная от движимого, заканчивая недвижимого, личных каких-то вещей и принадлежностей, вплоть до инициации уголовного дела в отношении вашего должника, как в отношении злостного неплательщика с привлечением в последующем его к уголовной ответственности. Должен ли бывший супруг оплачивать ЖКХ-услуги за ребенка, путевку на отдых, обучение репетиторов, обучение в институте, лекарства и лечения? Кроме алиментов, к сожалению, ничего получить с ответчика невозможно. Не оплату за коммунальные услуги, не за обучение, не за репетиторство. Единственный случай, то это зависит от суда, как он подойдет к этому вопросу, если больной ребеночек, и тогда могут взыскать на лечение какие-то дополнительные средства, помимо алиментов, в пользу ребенка. Многих женщин интересует вопрос, как же правильно рассчитать алименты, или какая сумма считается минимальной по алиментам? Если вам неизвестен официальный доход вашего должника, то вы вправе в исковом заявлении сослаться на минимальный прожиточный минимум, установленный регионом в месте проживания вашего ребенка. Если же вам известен официальный доход, то рассчитывается следующим образом. Одна четвертая в пользу ребенка, то бишь 25% от дохода вашего должника. На двух детей по 16,5% на каждого ребенка, что составляет 33%. Ну, а на детей более двух, то есть третьего, четвертого, пятого, это уже многодетные семьи взыскивается, 50% от всех видов дохода с должника в вашу пользу. Если вы считаете, что алименты платить тяжело, то возьмите детей к себе на пару месяцев, вы вернете их назад и начнете платить. После ответов, если у вас возникли вопросы, пишите их на адрес сюда. В следующем выпуске я обязательно отвечу. С вами была я, адвокат Наталья Вильгольд. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин